Друзья, привет! Мы находимся на своей территории. Сегодня пасмурно, хотелось бы солнышко, конечно. Всегда я свою технику более-менее интересную выкладываю видео и снимаю пасмурно погоду. Может, моя техника разбавляет такую погоду настроением. В общем, вот наш погрузчик. Как он выглядит на улице, в гараже, понятно, но на улице все-таки более понятно будет. Смотрится он вот так. Это транспортное его положение. В общем, сам погрузчик, как я говорю, небольшого. И высоты, то есть метр пятьдесят шесть. Очень тяжелый, сегодня хотели завесить, а его завесить не смогли. Высота крана не позволила в боксе это сделать. Но выкатим кран на улицу, обязательно завесим. Тягу тоже проверять, наверное, не будем, потому что на снегу эти значения будут не актуальны. То есть снег, знаете, станет рыхлый. Буксовать он будет, тягу покажет не ту, какую, допустим, на сухом грунте. В общем, попробуем. Сейчас покажем вам, как он поднимает, какая у него высота. Я сейчас поставлю на паузу, подниму сперва, покажу, какая высота подъема у него. Потом покажу салон. Ну и немного покажем, как он работает. Высота подъема вот такая. Приходится отойти, чтобы в кадр влазил. В общем, подняли стрелу. 2,58 высота по низу стрелы у него. В общем, я считаю, что высоты достаточно. Высота приличная. Желтый цвет, конечно, коммерческий, но очень маркий. Чуть сразу же вот видно все ляпки, все. Наш армейский военный цвет хаки. И не маркий. И очень такой красивый. Хлопот не доставляет, я считаю. Мне военная тематика нравится, вы знаете. Вот такой цвет больше не буду красить, это точно. Сейчас опущу стрелу, покажу, как посадка происходит в кабину, какой вид из кабины, а потом снимем, как он работает. Вот опустил стрелу. В общем, посадка происходит следующим образом. На нож встаем, я лично, левой ногой. Далее на зубатую подножку правой ногой. Берусь за ручку. Наступаю на подножку на стреле. Встать туда. Сажусь в кабину. Здесь есть место иногда. То есть можете спокойно сидеть. Вот я разворнется, абсолютно удобно. Движение происходит педалями, лапками. То есть спокойно сидите. Это вперед, вперед. И пяткой назад, назад. Почему сделал такую схему, потому что считаю, что ноги у человека отвечают за движение. И нам это интуитивно понятно. Также, как я и говорил, здесь у нас кож работает. Здесь у нас работает стрела. Я правша. Установили кнопку отключения двигателя. То есть стоп. Кнопочку поставим. Ну, все, все в нашем стиле. Сижу, вот видно хорошо. В кабине. Подъем поднимаю. То есть мне видно на камеру, может не так видно. Ну, и так же сзади. Смотри, повернусь. Сзади все видно. Можно потихоньку сдавать. Трактор получился тяжелый. Двигатель 20 лошадиных сил. На следующих моделях, конечно, мы будем ставить, на которых мы сможем уже зарабатывать, если кто-то закажет. Уже будем ставить, конечно, мощные моторы, более мощные насосы и так далее. То есть 30-35 лошадиных сил. Не предел. То здесь человек знал, что мы с ним договорились. Он видел наш зеленый погрузчик. Он тоже был тихоходный, тяжелый, мощный. Силы хватало. Поэтому хочу вот сейчас показать, как он едет. В каких-то скоростях тут речи не идет, потому что гусеничная техника, она медленная на самом деле. Но территорию чистить, я думаю, вполне. У меня даже, хоть я и занимаюсь, знаете, погрузчиками, кунами, не хватает реакции что-то сделать иногда. То есть поворачивать, допустим, резко, там что-то еще делать. То есть тут надо успевать и соображать, и, допустим, успеть работать. Поэтому, если гонять, то на скоростях это, конечно, колесные погрузчики. Они более быстрые, более легкие, более маневренные. Но и чистить ими, допустим, ровную площадку это одно. А когда вы чистите вот такую территорию, как у нас, где-то, тут скорость не нужна абсолютно. Сейчас запустим двигатель, посмотрим, как я покажу, как лапками, допустим, я управляю им потихоньку. Обороты средние, можно просто убавить. Вот убавил обороты. Сейчас нажмем на спон. Одним нажал, вторым нажал. То есть это малый оборот у него. Вот он поворачивает. Сейчас нажимаем пяткой, он поворачивает. Нажимаем на спон, он обратно поворачивает. Нажимаем левой пяткой, он обратно поворачивает. То есть тут все интуитивно. Левая нога, левая гусеница, правая нога, правая гусеница. Также после леви. Вот у нас, опускаю рычаг в повш. И эта, поднимая, снылевая поворачивает пошла. Ну давайте попробуем, как он чистит. Я же сам сильно не знаю. Давайте попробуем. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Офигенно! Маленькие, мощные Слои птицы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слушитель вывели вот сюда Очень удобно В принципе, сильно ничего не марается Вот загоняем в бокс Такая вот у нас маратнина Ребята, ну вот, короче, целиком поднять его не хватает крана у нас Отжались мы Передок отжал на ковше И, короче, подняли мы его за задницу Вот он крутится Видите, да? Короче, вес Тонна Вот за задницу только подняли Ну, а если вес поднимать, как я сказал, то на 200, то на 300 точно будет Потому что все-таки большой вес на ковше висит То есть мы оторвали только вот сзади Ну, почти целиком его здесь подняли Но перед опирается на ковше Поэтому будет въезд этот тонн на 200 точно Парни, вот, наступила ночь Сейчас покажу, как из кабины смотрится освещение Ну, погрузчики Вот так вот свет бьет, вот, рядышком Здесь буквально вот 3 метра Очень хорошо видно Сзади фонари Вот сейчас включу задний цвет Тоже все видно Отлично То есть можно вот так работать Сейчас покажу, как он выглядит Улицы Ничего не понятно Ничего не видно Ну, все-таки Так вот, пойдет Задний фончик Вводим ключи задний цвет Видно хорошо Вот толкает, получился сильный он Больше тонны весом Ну, 20-ка, справляется Работает тихо, в принципе Газ я на всю дать не могу Почему-то, потому что там Ну, не регулируем Мотор какой-то Короче, ну, дает так Средний оборот На средних оборотах работаем Заводится замечательно Заводится замечательно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На малом газу Павел Михайлович, ваши ощущения? Да, а вот такая Субтитры создавал DimaTorzok Кабины, конечно, смешнее Из-за того, что там шахты есть И шланги идут Следующий камаверик сделаем И сейчас сокрытую кабину И шланги будут проходить через Соединение Круто, круто Круто! Вадим попробует первый раз Первый раз поехать Это холостой ход А ты на холостом заезжай Вадь Ты заезжай Да смелее Боится Добавлю щеток Все, давай прямо Прямо, прямо Обоймами Прямо Ездим Первый раз Не газут, выключено А он даже сам газует Он сейчас сам газует Ну это же из-за того, что... Да, свет выключен Все, отлично Ну и как тебе ощущения? Верно Давай, Вадим Запусти его Ковш снега Надо вывернуть Массу включил Так, правая рука у нас стрела Да, левая ковш Ковш Рычаг от себя вывернуть А ты этот Так все, с выкинь Тесто Все, не надо Потихоньку поднимай С первой стрелы На себя Ага Теперь ковш от себя Ну еще стрелу Попробуй поречь Побыстрее Все, выворачивай ковш Вот так и оставляю Пусть оттаивает Все Ну и как управление? Верно Еще удобно Да, только вылазить сейчас Не только из-под низа Ну ничего, получилось Можем еще лучше И намного, кстати Все в бюджет упирается Друзья, вот немного по характеристикам Короче, капоты открываются вот так Идет наверх Вот подвешены Барашки закрутили Нижняя Нижняя крышка Открывается вот так Здесь будут Рымболты Сюда будут идти цепь Она будет повыше Подниматься так На него можно Тряпку Сесть там Чинить На коленке Можно на него встать То есть удобно Для меня Вот лично Это удобно Когда какая-то грязь Когда где-то что-то Надо починиться И Либо стоя Не присесть Не наклониться В общем все уделы Здесь можно Этого избежать В общем у этой модели Двигатель Лифан 20 сил Насос Один к одному НШ-8 Стоит Значит Катушка 18 ампер Генератора нет Ее хватает Поставили Новый Японский Аккумулятор ФБ Который Аккумулятор Поставил Мощный По-моему Он Аж 85 ампер Часов В общем Вот У нас Радиатор Охлаждения Он подключен К электросети Но Шланг Мы туда Пока не стали Ставить На зиму Потому что Холодно Масло И так плохо Греется В общем Она летая Можно все это Переключить Подключить Ну В общем Вот такая Двигатель Плита Находится На подушках Дело в том Что изначально Мы сюда Установили Дизельный двигатель 15 лошадиных сил Лифан Но он Коптил Сильно Дымит Нам это Не понравилось Мы его снять Будем использовать Другой техники Ставили Бензин Сделали Вот такой Глушитель Вывели Трубы Сюда В общем Вот такие Пока Характеристики Дело в том Что скорость У него Небольшая Это все Такие Гусеничная Техника Быстро На нем Ездить Нельзя Как на Колесном Ну И за счет Того Что Это Гусеницы Этот Все Таки Погрузчик Дорогой Очень Сложная Система На самом деле Долго Делать Саму Бортовую Бортовая Отдельно Делалась Сам Корпус На нее Садится Челнок Назовем Лодка Назовем Она Садится На бортовую Прикручивается И все Ну В принципе Все Просто Дело в том Что Многие Пишут Вот В комментариях Другим Производителям Что Вот Проще Там Купить Японскую Технику Ну Да Японскую Купить Конечно Проще Ее Делает Завод Делает Качественные Хорошие Моторы Но Просто Сейчас Рынок Такой Что Вы Когда Что Нибудь Сломаете На Японском Тракторе Ну Плакать Будете Не Один Месяц Потому Что Ничего Не Все Очень Дорого Здесь Все В любом Магазине Можно Приобрести Дело В том Что Мы Всегда Преследуем Такую Цель То есть Мы Делаем Технику Она Вроде Дорога Те Те Же Погрузчики Куны Любая Техника Которую Мы Делаем Но В дальнейшем Ее Эксплуатация Выходит Копеечная То есть Ремонт И Все Такое Очень Ремонтопригодная Техника Все По сути Дешевая Но У нас Все Так Делают Ребят Просто Покупатели Одни Это Понимают А Другие Не Понимают Поэтому Для меня Допустим Несомненно Японская Техника Круче Потому Что Все Таки Это Завод Это Инженер Это Просто Колоссальные Там Затраты И так Дали Здесь Вот Этот Прототип Мы Сделали Именно На Таком Моторе Потому Что Цена И так Завышена То есть Превысила Бюджет Цена Вложений Но В дальнейшем Вот Мы Планируем Продавать Естественно С прибылью Естественно Здесь Будет Стоять Не знаю Лифан 30 Или 35 Лошадиных Сил И В общем Все Будет Как у Всех На данный Момент Пока Так Потому Что У меня Бюджет Не Резиновый Я И так Часто Делаю Подарки Вы Знаете Что Разыгрываю За свой Счет Какие-то Комплекты Ключей Инструментов И так Далее Хотя Я Простой Человек Не Богатый До Чувствуется Ни во что Поэтому Сильно Не Журите Меня Я Считаю Что Этого Лифана Ему Хватает Тем более Человек Заказал Он Видел Наш Погрузчик Зеленый На Гусеницах Он Тоже Был Тихоходный Но Сильный Я Все Таки Здесь За сил За то Чтоб Он Был Сильный Тем более Человек Сказал Что Ему Надо Чистить Свою Территорию Убирать На Вполне Достаточно Будет Я Считаю Скорости Достаточно Будет Зато Он Сильный Продолжение следует